Я приветствую зрителей канала RTN в эфире вечерние новости в студии. У вас сегодня работает Наталья Быстрецкая. Спустя почти две недели после разрушительных пожаров на Гавайях Байден и первая леди отправились на Мауи, чтобы встретиться с выжившими после трагедии людьми и спасателями, а также с официальными лицами штата. Белый дом перед поездкой отчитался, что федеральный центр уже отправил на остров около тысячи сотрудников разных ведомств и почти на 7 миллионов долларов помощи. Байден слишком долго молчал, не высказывая слов сочувствия в адрес пострадавших, и это вызвало возмущение. Досталось президенту из-за того, что, невзирая на масштаб произошедшего, он решил не прерывать свой отдых в Далавере. Когда спустя пару дней журналисты президентского пола поймали его у машины и попросили комментарий по поводу увеличившегося числа жертв, в Мауи президент ответил «ноу каменс» и зачем-то улыбнулся. Издание «Политика» цитирует удаленный впоследствии пост бывшего члена Палаты представителей от Демпартии от Гавайев, Марка Канила Инга, который написал «я боролся за вас», а сейчас, когда я потерял десятки друзей, родственников и соседей, и это все, другая уроженка Гавайев, член республиканского пола от CBS Нэнси Кордес в эфире Hawaii News Now отметила, что от президентов обычно сразу слышишь «я хочу поехать на место стихийного бедствия», но мне просто нужно подождать, пока не наступит подходящее время, но поскольку Байден находился на отдыхе в Рихобот-Бич, в Белавере, мы не услышали от него ни этого, ни чего-то другого в течение нескольких дней. Кандидат в президенты Вивек Ромасвами в социальной сети «Экс» назвал позором то, что налогоплательщики буквально платят зарплату украинским госслужащим, а наши граждане на Мауи предоставлены сами себе после пожаров. Еще один пример политики Америка на последнем месте. Вскоре на эту публикацию откликнулся владелец соцсети Илон Маск, абсолютно верно написал предприниматель. Нью-Йорк-Пост вышла с заголовком на первой полосе «Бессердечный Джо», под ним красовалось фото улыбающегося Байдена на велосипеде. На Гавайи Байден полетел не из Вашингтона, а из Невады, где у него в Саут-Лейктах запланирован отдых с семьей. Еще рано говорить, как ситуация с трагедией на Гавайях отразится на рейтингах. В среднем нынешнего хозяина Белого дома поддерживает 41% избирателей. Губернатор штата Гавайи Джош Грин заявил, что нанесенный природными пожарами на острове Мауи ущерб составляет по предварительной оценке почти 6 миллиардов. Грин уточнил, что огонь уничтожил 2000 зданий, 500 повреждены. Жители, расположенного на севере Мауи города Лахайна, которого просто нет, он стерт с земли, опасаются, что опустевшую землю скупят спекулянты. Чтобы успокоить людей, губернатор поручил генпрокурору вести мораторий на сделки с недвижимостью. Кроме того, власти Гавайев призвали жителей Лахайны не продавать недвижимость за бесценок и попросили сообщать о таких предложениях в Управлении защиты прав потребителей штата. По последним данным, жертвами лесных пожаров на Мауе стали 114 человек. Более тысячи числятся пропавшими без вести. Пожары станут худшим стихийным бедствием, с которым когда-либо сталкивались Гавайи, предупредил губернатор. Генеральный прокурор штата вслед за Грином подтвердил, что проводит всестороннюю проверку действий властей в критической ситуации. Это похоже на чудо. Католический храм Марии Ланакилы избежал разрушения. Об этом рассказал монсеньор Теренс Ватанабе. «Соседний дом священника также уцелел, когда мы увидели новости и увидели, как церковный шпиль возвышается над городом. Это было прекрасное зрелище», сказал Ватанабе. «Деревянной крыше здания, вероятно, был нанесен ущерб, но полностью оценить состояние храма можно будет только по прибытию на место происшествия. Ущерб, вероятно, будет значительным в школе святого сердца. Здание школы находится недалеко от церкви». Деньги счет любят. Республиканцы могут потребовать вести инспекторский контроль со финансированием Украины для предотвращения коррупции, сообщили источники политика. По данным издания, даже проукраинские республиканцы воздерживаются от поддержки многомиллиардного запроса Белого дома новой войны помощи Киеву. Дружественной Украине член Палаты представителей Энди Харрис заявил, что Киев не сможет выиграть войну. По его мнению, нужно пересмотреть наращивание расходов. Как объяснил источник политика, дело не только в противниках поддержки Украины. По его словам, республиканцы с пониманием относятся к делу, но, цитата, «мы бросаем деньги на конфликт, который может длиться годами». Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, чтобы успокоить крайне правых республиканцев, будет настаивать на сокращении запроса Белого дома. Администрация Байдена и Харрис запросила у Конгресса 13 миллиардов на экстренную военную помощь Украине, а также 8,5 миллиардов на содействие Украине и ряду других стран в серии экономики и безопасности. Сенат контролирует демократы. Палату представителей республиканцы. Запрос должны поддержать обе палаты Конгресса. Китай уже не тот или не торт, как говорят интернет-острословы. Длившийся 40 лет экономический рост Китая закончился, пишут обозреватели Wall Street Journal. По их словам, экономическая модель, которая вывела страну из бедности в статус великой державы, демонстрирует признаки того, что она уже сломана. Как отметили авторы статьи, Китай на протяжении десятков лет поддерживал свою экономику, инвестируя в заводы, небоскребы и дороги, это вызвало необычайный период роста, который поднял страну из бедности и превратил в мирового гиганта, экспортирующего товары по всему миру. Некоторые даже говорили, что Китай догонит и перегонит Америку, но теперь такая модель уже сломана, говорится в публикации. По мнению экономистов, Китай вступает в эпоху гораздо более медленного экономического роста. Ситуацию усугубляют неблагоприятная демография и расширяющийся разрыв США, что ставит под угрозу иностранные инвестиции и торговлю. Новая зерновая сделка будет заключена между Россией, Турцией и Катаром, пишет Бильд со ссылкой на закрытую дипломатическую переписку между Москвой и Анкарой за последние недели. Об этом об Украине речи не идет, сделка будет касаться только российского зерна. Организатором перевозки зерна выступит Турция, Катар будет спонсором, а сами поставки будут осуществляться в развивающиеся страны, в основном африканские. Судя по переписке, Москва заранее поставила Анкару в известность о своем желании выйти из зерновой сделки. Турция же, согласно письмам, просит РФ возобновить ее под эгидой ООН для возобновления экспорта украинского зерна. Ранее Миноборона России заявила, что из-за прекращения действия сделки с 20 июля будут считать все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов. А страны, под чьими флагами ходят такие суда, будут считаться вовлеченными в войну на стороне Украины. Минобороны Украины в ответ объявила, что с 21 июля может рассматривать все суда, которые идут в черноморские порты, находящиеся на территории России или на оккупированных территориях Украины, как перевозящие грузы военного назначения. Министерство иностранных дел Великобритании потребовало, чтобы выражение «враждебное государство» не использовалось в правительственных документах и при внутреннем общении по электронной почте или в мессенджерах между чиновниками, министрами и советниками. Один из чиновников обратился в МИД с объяснением причины. Там ему ответили, что по своей сути государство не враждебное, просто они совершают враждебные действия. Запрет, по-видимому, является попыткой улучшить отношения с Китаем, но британское правительство уже не называет враждебным государством ни Россию, ни Северную Корею, ни Иран. Выражение исчезло из правительственных документов, включая обзоры внешней и оборонной политики. Те методички, в которых оно прежде встречалось, были отредактированы. Вместо запрещенного термина там появилось выражение «враждебные силы», а слова действия враждебного государства заменили на «госугрозы». По мнению самих чиновников, эти изменения абсурдны. Выражение «враждебные силы», по мнению МИДовцев, дает правительству более прочные юридические основания. По словам представителей министерства, новые термины согласованы всеми структурами и широко используются. Сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу отказали во въезде в Молдавию из-за пророссийских взглядов, сообщил глава Молдавского МВД Адриан Эфрос. Он таинственно добавил, что были другие причины, но не назвал их. После начала войны в Украине Брегович продемонстрировал пропутинские взгляды, уточнил Эфрос. Музыкант должен был выступить на фестивале «Гастар» вчера. Брегович заявил, что в аэропорту Кишинева ему без объяснений отказали во въезде. МИД Сербии потребовал от властей Молдавии разъяснений. МИД СЕРБИЯ Некоторые музыкальные критики считают, что слава пришла к Бреговичу, когда Игги Поп спел его песню в «Катафалке» «In the Death Car» в фильме «Аризонская мечта» с молодым Джонни Дебом и Фей Дановой. В главных ролях другие уверены, что это случилось после выхода фильма «Эмира Кустурицы» «Время цыган», которому Брегович писал музыку. Как бы то ни было, но именно эта парочка ввела во всем мире моду на так называемую цыганщину. Надеюсь, ничьих чувств мы сейчас не задели. Но сам композитор главным делом своей жизни считает свадебно-похоронный оркестр. Брегович организовал ансамбль в 1993 году. Он сам признавался, что название казалось ему прикольным. Именно такие команды обычно играют на всех деревенских событиях, связанных с рождением, свадьбами и смертью. К слову, не единожды Брегович со товарищей развлекал под Новый год путинскую верхушку. В марте 2015-го Брегович выступал в Севастополе. В апреле того же года в Украине были отменены несколько концертов музыканта. Киев заявил, что ему могут запретить въезд в страну из-за выступлений в аннексированном Крыму. Тряхнули стариной. Новый выпуск журнала «Вог» вышел с супермоделями 90-х на обложке. Для издания позировали 58-летняя Линда Евангелиста, 57-летняя Синди Кроуфорд, 54-летняя Кристи Тарлинтон и 53-летняя Найоми Кэмпбелл. Выход номера приурочен к премьере четырехсерийного фильма «Супермоделс», который появится 20 сентября на Apple TV+. Продюсерами картины стали сами супермодели. На фотографиях Линды Евангелиста незаметно следов изуродовавшей ее пластики, о которой она ранее сама рассказала. Внешность модели испортила косметическая процедура, количество жировых клеток не уменьшилось, а наоборот увеличилось. Врачи диагностировали у нее парадоксальную жировую гиперплазию, редкое послеоперационное осложнение, о котором, по ее словам, она не знала. В сентябре 2021 года Линда сообщила, что подала в Нью-Йорке иск против компании «Зелтик Эстетикс», которая проводила процедуру «Криолиполиза». В документальном фильме речь пойдет о том, как Линда, Синди, Кристи и Найоми стали супермоделями и почему они продолжают завораживать мир более трех десятилетий спустя. Режиссеры Роджер Уильямс и Лариса Биллс вместе со сценаристами, Брайаном Грейзером и Ироном Ховардом рассказали в картине о мире моды конца 80-х, середины 90-х. Тогда высокая мода стала столпом мейнстримных развлечений, стоящих рядом с кино, телевидением и музыкой. По словам Грейзера, это был культурный шок. В центре этого важного культурного момента были Кристи, Найоми, Синди и Линда, четверо подростков, чье редкое сочетание необычайно фотогеничных черт лица, врожденной уверенностью в себе, сообразительности, интуитивного стиля, острого любопытства и совершенной трудовой этики перевернуло всю индустрию. В фильме супермоделей 90-х сравнивают с рок-звездами. В беседе с журналистами Евангелиста призналась, что была очень удивлена тем, как к ним относились. Это было безумие, мы же не ливерпульская четверка, заявила она и вспомнила ажиотаж вокруг них, последовавший за выходом клипа Джорджа Майкла, Фридом. Для фотосессии модели примерили вещи из новых коллекций известных брендов, и они по-прежнему остаются супермоделями, только тогда они были еще совсем детьми, а теперь им за 50. Примечательно также, что в фотосессии приняли участие бывший главный редактор британского ВОК Эдвард Эйнинфул и Анна Вентур. Ранее появились слухи об их вражде, якобы Эйнинфула уволили за то, что он хотел подсидеть Вентур, но это уже совсем другая история. Пока это все новости к данному часу, после рекламной паузы мы вернемся в студию и продолжим выпуск вечерних новостей на канале RTN. Оставайтесь с нами.